Печное дело, художественная роспись. Всё это уникальные виды ремёсел, которые сохранились в Ульяновской области. Во всём регионе осталось 3-4 мастера, которые занимаются подобным творчеством. Чтобы их труд не канул в лето, разработан атлас ремёсел. Над его созданием работали две сотни волонтёров. Они собирали информацию с разных муниципальных образований на протяжении года. В итоге получилась подробная карта. На ней отмечены виды промыслов. Целая рабочая команда проанализировала все муниципальные образования. Проанализировала наличие ремёсел. Они встретились с мастерами. Они проводили фокус-группы. Выявляли различные неизвестные ремёсла. И до этого те ремёсла, о которых не знали, может быть, ни органы власти, ни сами даже муниципальные образования. Для наглядности можно взять резьбу по дереву. Это ремесло – визитная карточка Кузоватовского района. Сегодня умельцев, которые занимаются этим промыслом, можно сосчитать на пальцах одной руки. Ещё один живой пример – гончарное дело. Оно родом с запада Ульяновской области, села Сухой Корсун. Когда-то здесь в каждом доме стоял гончарный круг. Все эти редкие направления позволили Ульяновской области войти в пятёрку лучших регионов по направлению развития креативных индустрий. И поэтому перебирали мы все и понимаем, что в разных регионах есть разные приоритетные направления. Но вот ремесло, оно с учётом того, что в большинстве случаев имеет историческую подоплёку, оно должно быть развито в той или иной степени в каждом регионе. Плюс к атласу разработан каталог народных художественных промыслов и сборник лучших практик с рекомендациями по сохранению ремёсел. Эта информация представлена в электронном формате. А что делать, если хочется потрогать руками изделия, увидеть их во всей красе? Как вариант – посещать ярмарки, тематические фестивали. На них несколько десятков ремесленников представляют своё творчество. Но в то же время мечтают о единой, постоянной площадке. Люди, как в нашем городе, так и туристы, о которых мы тут выше говорили, они знают, где всё это можно приобрести, а мы не знаем, где всё это можно предложить. Вот, конечно, это идеальный вариант, то, что предложили сейчас выше, чтобы это было какое-то единое пространство, где мастера могли бы показать себя, обозначить свои работы. Такой вариант предложили на презентации «Атласа ремёсел» из вариантов, где могла бы расположиться площадка – главный торгово-развлекательный центр города или улица Федерации. Последнюю в ближайшие годы хотят реставрировать. По задумке она будет схожа с улицей Баумана в столице Татарстана. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда. ТВ. Ну, пока. Ну, пока.